Форд Детрик США необходимо тщательно исследовать, поскольку существует множество доказательств того, что лаборатория тесно связана с источником пандемии КПК. Поскольку США неоднократно призывали Всемирную организацию здравоохранения провести дальнейшее расследование происхождения вируса в Китае, Лянь Вань, китайский лидер совместной группы экспертов ВОЗа Китая, призвал провести всестороннее расследование происхождения вируса в разных местах, не только в Китае. Одна из лабораторий, находящихся под пристальным вниманием, это Форд Детрик в Редерик-Сити, штат Мэриленд, США. По сообщениям СМИ, в Форд Детрике хранятся множество смертельных вирусов, таких как лихорадка Эбола и сибирская язва. В июле 2019 года центры США по контролю и профилактике заболеваний направили в Форд Детрик письмо с просьбой прекратить большую часть своих операций по соображениям безопасности. В том же месяце респираторные заболевания неизвестного происхождения начали появляться в Северной Вирджинии, штате, граничащем с Мэрилендом. СМИ сообщили о крупномасштабной вспышке Эволи, аббревиатуры от связанных с электронной сигаретой повреждений легких в Винсконсине, которые распространились на нескольких штатах США. В сентябре штат Мэриленд, где расположен Форд Федерик, сообщил, что пациентов с Эволи увеличились вдвое. По словам врача из США, симптомы, с которыми обращались, чаще всего включают одышку, кашель, лихорадку, симптомы, похожие на грипп и на вирус КПК. Сообщения СМИ были поставлены под сомнение о Форд Детрик. По состоянию на субботу совместно открытое письмо с призывом ВОЗ. Расследовать лабораторию Форд Детрик собрало более 20 миллионов подписей китайских пользователей в сети. В интервью информационному агентству Синьхуа Стивен Кинзер, бывший иностранный корреспондент The New York Times и старший научный сотрудник Института международных и общественных отношений Уотсона и Университета Брауна, сказал, что тщательное расследование всего, что произошло в Форте Детрик, будет интересно, но сложно по причинам секретности. Кинзер сказал, что Форд Детрик по-прежнему является центром всех американских исследований в области биологической войны. Он сказал, что если у США когда-либо возникнет необходимость разработки биологического оружия, оно обязательно будет изготовлено в Форд Детрике, потому что это единственное место, где оно может быть изготовлено со всеми учеными и всеми токсинами. Форд Детрик имел тесные связи с печально известным отрядом 731, органом по биологической войне императорской японской армии, которая проводила ужасающие эксперименты на людях над военнопленными и гражданскими лицами в северо-восточном Китае во время Второй мировой войны.